Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет, обязательства при отсутствии педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя на несовершенном свидетельстве. Примечание В настоящей статье под близкими родственниками принимаются родители, дети, усыновители, восстановленные, родные, братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как будете готовы, сообщите Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, документы доставляющие действия, место выписки, место работы. По поводу, вы говорите 17.9, противоречия, если бы дискутировать, то получается, если он согласен давать показания 51, то тогда уже нужно давать правдивые показания. Да, то есть ему как бы предоставляется право выбора. Да, да, да. Либо отказ, либо отдавать правдивые показания. Ну, там, если бы... У вас просто для самого был вопрос. Ну, да, да, да. Я этим вопросом сейчас задался. Ну, так. Считал. Если, получается, если он дает показания, согласен, то, соответственно, знание должно... То теперь только правдивое. Правдивое, да. Ну, браки. Только правдивое, ничего кроме правды. Не, ну, если исходить из злой... То есть, в принципе, получается, его можно привлечь? Да. Получается, да. Получается, да. Ну, если он дал согласие свой, со статьей 51 Конституция ознакомился. Угу. Угу. Ага. Вы... Давайте помним свой. Как было? Сейчас я задам вопрос. С данным лицом знакомы? Да. Встречались? При каких обстоятельствах? Представить административное дело. Опишите, пожалуйста, в своем объяснении. Ну, поясните нам сначала, а потом опишите в своем объяснении, как что происходило. Число, по-моему, 22. Да, 22. Поясните нам сначала, ну, как все происходило, а потом опишите. Ну, работая в ночь 22-го, с 21-22, по-моему, 22-го, по-моему, 22-го, ну, в эти числа, двигались мы по Яной Райнице в сторону Туристской, со стороны метро Сходинской. С дублера Туристской на проезжую часть вышла та машина серебристого цвета. Она, в принципе, была там единственная. И без дополнительной секции светофора совершила поворот на лево. Когда у нее довел зеленый светофор только по прямой. Так как это было очевидно, то, что транспортное средство было одно там, потом большие было. Ну, предупреждение попыток сделать транспортное средство, остановить. При остановке транспортного средства Малыш подошел к водителям, представился. То есть, водитель этот был? Водитель, да, был этот. Сафронов Павел Владимирович, правильно? Представился, показал удостоверение, объяснил, в чем причина. Спросил, желает ли он пройти патрульный автомобиль, составленный материал. Либо останется транспортное средство своим. На что он сказал, что останется транспортное средство своим. После этого Малышев принес мне документы на транспортное средство, так как я находился в патрульной машине. Я составил административный материал по статье 12.12.1, отдал Малышеву. Малышев подошел к водителю, объяснил. Водитель не оспаривал, ничего не заявлял, ничего не говорил. Потом водитель попросил мужа, потом Малышев ко мне пришел, сказал, что составлять нужно протокол. В связи с чем? Ну, в связи с тем, что не согласен водитель. Ну, как не согласен? То, что ему не разъяснили, там вот тут. Тема все было. Разъяснил. Составили протокол, после чего водитель попросил, чтобы подошел тот, кто составлял. То есть, кто ознакомил его водителя с протоколом? С протоколом ознакомил я. Ознакомил с протоколом, все статьи я ему перечислил. Какие статьи вы не перечислилили? Там два, я не помню, 25, все статьи, 51 статья, 25.1, 25.2, 25.6, все статьи тут были полностью. То есть, при составлении административного протокола вы, гражданина, ознакомили с его правами? Да, в протоколе там так и написано рукой водителя, то что со статьями я знакомил после составления протокола. Так, еще у меня один вопрос. Водитель, так, инспектор Малышев, указанный вами в протоколе в качестве свидетеля, со статьями, то что он является свидетелем за дачу заведомо ложных показаний, а также статья 25.6 однокамнивался? А соответственно, что запись в протоколе его имеется? Имеется. То есть, сейчас можно посмотреть в протоколе, что запись его имеется, правильно? Правильно? Угу. Малышева Александр Леонидович, его подпись стоит, посмотрите на вашу фотографию, подпись его стоит в протоколе, посмотрите, пожалуйста. Так. Так. И вот указанный, ну вот написано. Свидетели, разъяснены ответственность за заведомо ложные показания, права и обязанности предусмотрены статьей 17.9.25.6, статьей 51 Конституции Российской Федерации. Малышев Александр Леонидович, свидетель старший лейтенант полиции. Так а вот же граф для 51 свидетелей потерпевших. Вот видите, свидетелем? Вот дописано, видите? Свидетель. Старший лейтенант полиции Малышева Александр Леонидович. Соответственно, после... Он за разъяснение статей не содержится в протоколе подпись, а это он пишет, что он является свидетелем, но за разъяснение прав, предусмотренное статьей 17.9, его подпись не стоит. Так, Андрей Николаевич, вы утверждаете, что Малышеву ознакомился с правами? Так, далее. Есть вопрос свидетель? Да, есть. С кем вы изначально ехали в автомобиле? Патрульном. Патрульном автомобиле. Вы сказали, мы ехали следователи по такой-то улице, мы это кто? Я и Малышев. Так, далее. Хорошо. А когда Малышев подошел к водителю, то есть ко мне, вы где в этот момент находились? В машине я находился. Так, машина была примерно в скольких метрах от остановленной машины? Сколько? Ну метра была. У вас окно было открыто-закрыто? Да, открыто. То есть вы слышали, как... Я слышал, по мосту есть раздал. На регистраторе тоже там слышали. Так, а что вот сделал Малышев? Он представился, назвал свою должность, звание. Так? Все он назвал, просили у него удостоверение, достал удостоверение, показал удостоверение. После чего с вами... Так, сейчас по существу давайте нарушение. Сейчас по поводу представился, назвал должность, звание, мы сейчас это не рассмотрим. Не, дальше, дальше. По существу нарушению вопрос задавайте. Дальше. Вы слышали, как я спаривал, не спаривал существо правонарушения, когда Малышев мне сообщил. Он же сообщил мне о том, что причиной для остановки является, собственно, нарушение ПДД Прайна. Что я на это ответил? На что вы кинули головой, Малышев пошел с вашими документами ко мне. Так, а ваше патронное транспортное средство находилось правильно сзади, вот так? Да. Да? И как же вы видели, что я кивнул головой? Ну, потому что вы кинули головой. Я не очень себе представляю это, ну ладно, хорошо. Так. На какой вопрос вы кивнули головой? На правильно оспариваться, не оспариваться существо правонарушения, я кивнул головой. Правильно, Малышев меня спросил? Да я не оспариваю его. Чтобы он ко мне подошел. А головой она что кивнула? Ну, то, что не оспариваете. Мне спрашивалось, вы оспариваете или не оспариваете? Вы кинули, не оспаривали. Да. Интересно. Хорошо, дальше. Так. Есть вопрос? А, ну сейчас я поздравляю. Это может восприятие инспектора будет? По очереди, да. Так. Далее, далее, далее. Далее. В какой момент мы с вами, собственно, познакомились? Расскажите, пожалуйста. Ну, на повеснице. Что при составлении... Не, я понял. Вот вы, получается, в какой момент ко мне подошли? Вы со мной с постановлением? Да. С протоколом. А, с протоколом. Он уже сказал. С протоколом. Отлично. Так. Что еще? До составления постановления. Постановление где вы составляли в машине, правильно? Патрульным автомобилем? Я при этом присутствовал? Нет. Нет. Мы соизволили не остаться у себя в машине. А Малышев меня уведомил, что в отношении меня будет составлено постановление и будет рассмотрение дело на месте? Да. Уведомил, да? Да. Он все говорил, все объяснил. А как он это сказал? То, что сейчас будет рассматриваться дело или как? Не знаю. Ну, вы же слышали. Я слышал, но уже... Не помните? Уже не помню. Ну, рассматривали дело вы, не вы и объявляли о том, что рассматриваться дело будет на месте, тоже не вы. Дело кто рассматривал? По остановлению кто уносил? По остановлению? Да. По остановлению являлся. Рассматривали дело вы? Рассматривали дело я. Объявляли? Вы не объявляли? Протокол. Вы объявляли рассмотрение дела на месте Сафронова? Да, объявляли не на месте. Вы объявляли? Лично вы. Малышев или... Речь о рассмотрении. По поводу составления административного материала, приглашения водителя для составления... А это все Малышева. Малышев, да? Мне кажется, мы задаем одни и те же вопросы. Да, Малышев или вы перед составлением постановления разъясняли водителю права, предусмотренную 51-ю статью в Конституции? Малышев, следовательное предусмотрительное все. Излагает. Вы это слышали в тот момент? Я слышал, что он вам о чем-то рассказывал. О чем конкретно? Ну, я так понимаю, что права и обязанности ваши. Ну, я думаю, мы Малышева. Ну, это ваше мнение, то есть вы не знаете, что он конкретно говорит, правильно? Что спрашивает, то он отвечал. Так, меня интересует... То есть вы не слышали? Я не слышал этого. Он не слышал. Вы слышали, отлично. Далее, вы мне разъясняли? Я вам дал. Перед составлением постановления? Нет. Нет, не разъяснял. Вы повторяйтесь, просто этот круг уже начинает... Нет, вы просто путаетесь с протоколом. Почему? Вот, не знаю почему. Давайте не будем сейчас дискутировать, задаем вопросы и на них отвечаем. Так, далее. Вы вынесли постановление. Да. Распечатали его, правильно? Правильно. Что вы дальше с ним сделали? Отдал Малышу, он пошел к вам разъяснять. Так... Что он разъяснять пошел? То есть вы бланк постановления передали через инспектора Малыша водитель какого-то? Да. В этот момент производство по делу у кого находилось? У вас или у Малыша? Ну, Малыша, Малыша с хром пошел. Нет, производство, вот лицо в производстве, которого... Решение вынесло на решение. Нет, в другом парапорту дело передал ему в этот момент, после составления постановления. В таком раз. Составляли протокол, вы, получается, вам Малышев сообщил о том, что нужно составить протокол, так как водитель, соответственно, не согласен с чем-то, правильно? Вы, соответственно... А, да, вы ушли составлять протокол. А, вы принимали у меня ходатайстов какие-то? Да, после того, как я составил протокол, пришел к вам, мне заявили, что у вас есть ряд ходатайстов. Почему вы их не рассмотрели? Почему не рассмотрели? Я... Разрешите. Сенчев Юрий Евгеньевич, защитник Сафронова. Я забегу немного вперед и немножко наделю себя полномочиями. Материал дела не содержит определений в отказе, в удовлетворении ходатайства. Например, было заявлено ходатайство о направлении материалов дела по месту жительства. Так как это дело сейчас рассматривается здесь, данное ходатайство не удовлетворено. Если ходатайство не удовлетворяется, в соответствии со статьей 24.4 Кодекса административных правонарушений, выносится определение. Вам сейчас должностное лицо, в производстве которого находится данное дело рассматривание, задает вам вопрос. Для выяснения всех обстоятельств дела, почему вы допустили данное нарушение. Это нарушение, во-первых, меня просили ознакомиться и приложить их материал в дело. Больше мне ничего не говорил водитель. То есть, во время составления... Во время составления он мне просто сказал, у меня есть ряд ходатайств. Нет, подождите. Во время составления административного материала, именно вынесения решения по данному факту, вам ходатайства какие-либо поступали? Не мне вообще. Когда вам поступили ходатайства по делу административным правонарушений? После того, как я подошел с протоколом уже. То есть, решение было вынесено. Значит, решение уже до конца. В связи с чем вы отказались рассматривать ходатайств? То есть, в связи с тем, что у вас было решение уже на руках или с чем вы... Ваши действия были вынесены? Ваши постановления уже... То есть, получается, вы решение вы вынесли. Все, у меня вопрос. Да. У вас есть вопрос? Да, разрешите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну вот, все же я вот тут обращаюсь к регламенту 664, на который я вступил не так давно. Письменные ходатайства, лица, участвующие в производстве по делу административного правонарушения, приобщаются к делу и подлежат ненедленному рассмотрению сотрудникам в пределах своей компетенции. В вашей компетенции было рассмотрение ходатайства. В вашу компетенцию входит рассмотрение данного ходатайства. Средство об удовлетворении по месту изложительства. Ну, вы же должностное лицо, которое уполномочено. Выносить постановление. До того, как выносится постановление, до того, как признается вина лица, в отношении которого ведется производство по делу, разрешаются заявленные им ходатайства. Там ничего не заявлялось. Водители-водители все принесли. Там вот они согласны. Ну, то есть, вы подтверждаете. Инспектор нам пояснил, что ходатайства им были предоставлены после составления административного материала. А административный материал состоит из двух партициальных документов, имеющих существенную разницу. Протокол об административности. Административно сначала составляется постановление. На что гражданин соглашается или не соглашается. В противном случае, если не соглашается, и составляю административный протокол, в котором все же то же самое, что в административном постановлении, включается протокол. Так, понятно. При рассмотрении данного дела, интересовались ли вы у Сафронова, имеются ли у него какие-нибудь по данному делу, рассматриваемому делу, объяснения, ходатайства, доказательства? Ну, понимаете, дело было так, что вначале водитель перебил вместе с гражданином Малышева. Я поставлю вопрос, знаете, мне нужен... То же самое, зайду, понимаете. Я когда, в свою очередь, когда пришел уже с протоколом, мне вообще никто ничего, я не спрашивал, потому что... Подождите, протокол был после вынесения постановления. Вы признали Сафронова виновным. Да, потому что это очевидно. Да. Я вам напомню, вот я вам зачитываю, да, не только кодекс административного провышения, а даже ваш административный регламент, приказ МВД, что для разрешения дела необходимо у лица, в отношении которой ведется дело, да, поинтересоваться, имеются ли у него какие-то ходатайства. У него была такая возможность? Я думаю, что да. Я думаю, что спрашивал, как надо у него смотреть на меня. У вас была такая возможность? Подадать, подадать? Да. До составления постановления? Да. Нет, я не знал, когда оно будет составлено. Я, если честно, подумал, то, что Малышев уходит как раз составлять административный протокол для дальнейших рассмотрений. То есть, вам не задавали вопрос о том, что сейчас инспектор будет составлять административный материал и просит вас пройти для составления административного материала в патрульную машину? Мне задавался вопрос... Либо остаться на месте, как заявляет инспектор. Мне задавался вопрос, где я буду находиться, тут или в патрульном автомобиле. Я, соответственно, пожелал остаться в себе. То есть, вас не уведомлено о том, что составляется материал. Что составляется материал, мне сказали, но он... То есть, вас имену... Но где он будет составляться? Подождите. Вас, то есть, с ваших слов, вас уведомлено о том, что административный материал будет составляться. Вас пригласили. Дайте, я расскажу, потом я дам вам слово. То есть, вас пригласили в патрульную машину или предложили остаться на месте для составления административного материала, правильно? Да, все верно. Все, мне не вопрос. Да. Будьте добры, вот, в вашем объяснении, дополнить, пожалуйста, ответ на данный вопрос. То есть, что вам предложили пройти, я вот сейчас допишу с твоей рукой, вам, сафронную ПВ. Предложили пройти патрульный автомобиль. Я задам вопрос, не перебивайте меня, пожалуйста. Хорошо, я просто хочу, чтобы человек ясно понимал, о чем я на него спрашиваю. Но об объявлении рассмотрения дела на месте не объявлялось. О рассмотрении дела на месте не объявлялось. При составлении протокола по административному правонарушению, а также перед получением объяснений, лицу в отношении которого воздушено дело административного правонарушения, а также иным участникам производства по делу в административном правонарушении, разъясняются их права и обязанности предусмотренной кодексе, о чем делается соответствующая запись, то есть перед протоколом, постановлением, да, перед протоколом. Извиняюсь, диктор, руководитель, мне страшно. Так, вам с опромного КВ предложили пройти в патронную машину для, здесь к слову ответ, ваша фамилия и инициалов, будет ответ, можно опираться, можно решить, как вам было. Просто составление административного материала, и вынесение постановления, это разные совершенно вещи. Можно предложить для составления материала, и составить только протокол, а можно пригласить для составления материала, и вынести постановление. Я согласен. Я поэтому не говорю, мы же разбираемся, правильно? Задавим вопрос. Инспектор Малышев предложил мне пройти патрульный автомобиль для составления административного материала. Материала, да, не объявляли о рассмотрении дела на месте. Так, изложите письмо, то, что вам было задано, вопрос, письмо. Я некоторые вопросы еще имею. Задавайте. Скажите, пожалуйста, Андрей Николаевич, вы утверждаете, что Малышевым, да, разъяснялись права и обязанности, предусмотренные 51-й и 2-й статьи Конституции, или вами все-таки? При составлении протокола Малышевым, а Малышевым, да, разъяснялись на кого-то. При составлении протокола вами? Да. Да. Скажите, пожалуйста, почему Сафронов оставил запись в протоколе административного правонарушения, что права и обязанности, предусмотренные статьями, да, я уже не буду поверить, 50-51-й, 25-й, 1-й, были разъяснены после составления протокола? Не могу я знать. А как это было на самом деле? Я не знаю. Вы с протоколом подошли. С протоколом я подошел. И разъяснили. И разъяснили все. Перед составлением протокола? Сейчас составлялся постановление. Перед составлением. И меня интересует сейчас протокол оба настроения. Нет, он же сказал, что протокол подошел, соответственно, протокол уже был составлен. Перед составлением протокола или после? Протокол составлю, с протоколом подошел. Он подошел с протоколом. какой момент он андрей николаевич разъяснил какой момент вроде когда подошли ли так или тогда шел сразу 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 разъяснил то есть перед перед составлением протокола я уже пришел с протоколом то есть вы составили посол и подошел подошел и разъяснился все право и обязанности значит вы тогда отметьте пожалуйста что подтверждает андрей николаевич что сначала был составлен протокол а потом постановление сначала было данную цепочку эту полную потом протокол был составлен а потом были разъяснили права предусмотрены 51 статью к институции а также 25.1 андрей николаевич мы вот посмотрели запись приобщенную к материалам дела с регистратора патрульного автомобиля также у нас имеется тоже видеозапись скажите пожалуйста светофор основная его секция зеленая не дополнительная до указывающая стрелочкой поворот на ли светофор основной был снабжен контурный сред а стрелкой о направлении движения это помню все четко то есть имеется дополнительную секцию дополнительная секция но на видео это кстати дополнительной секции основной земли а вот видео говорить у нас вообще но дело в том что понимаете мы сегодня честно говоря так как андрей николаевич не рассмотрел ходатайство о направлении материалов дела по месту жительства мы сегодня с полной уверенностью что данный данное упущение будет восполнена вот и мы полагали что здесь сегодня не будет рассматриваться данное дело и к сожалению диск не подвезли случае мы можем перенести рассмотрение данное дело для приобщения мы просто были целиком полностью уверенностью уверенно что законодательство будет соблюдаться данное ходатайство будет рассмотрено перенесено по месту жительства мы с вами знаем наверное да что верховный суд признал что данные ходатайства должны удовлетворяться вот потому соответственно не особенно подготовились к данному делу но я при рассмотрении ваших ходатайства буду учитывать данный вопрос да также да также хочу задать андрею николаевичу вопрос задать скажите пожалуйста андрей николаевич заявлял ли сафронов о необходимости вписать процессуальные документы свидетеля который находился в транспортном средстве сафроново скажите пожалуйста секундочку без меня и без меня и сутаж проводи дополнительно по работе да ничего ничего вы данное ходатайство получили да о том чтобы внести в процессуальные документы взять объяснение как вы обошлись с этим ходатайство вы его рассматривали вы допустили пассажира транспортного средства находящегося в автомобиле сафроново в качестве свидетеля нет или допустили нет или да я не допускал почему вы его не допустить ходатайство вашего не было ходатайство водителя не был удовлетворен то есть чем заинтересован каким образом вы установили что данное существо я по существу уже да по существует дело в том же товарищ подойдет отвечать на вопрос заданного то есть вы все ходатайство все все ходатайство не прививать все ходатайство приложенные водителем не удовлетворили по какой причине рапорт указан у вас ваш рапорт докладывал о том что 22 11 работа по территории северной туши на автомашине skoda совместно со старшим лейтенантом малышем примерно по адресу город нас примерно на 150 минут остановленную машину mitsubishi гос номер такой под управлением сафроново который следовал по улице турийска дублер совершил выезд на бульвар регионы рамиса где совершил поворот на улице турийска без дополнительной секции светофора проехал на запрещающих пляж сафроново во время основного составления постановления по статье 12 12 6 1 ходатайство допуска защитника не поступало все ходатайство у гражданина сафронова возникли после составления моего постановления по статье 12 12 6 1 то есть в связи с чем рассматривали в связи с тем что вы рассмотрели данные нарушения или что есть еще да есть у меня я так и не получил ответы я думаю что вам тоже будет интересно узнать все-таки по какой причине андрей николаевич не допустил в качестве свидетеля пассажира находящегося в транспортном средстве сафроново вам ранее был знаком это точно скажите тогда я вам так то вопрос задам андрей николаевич вы говорили кому-нибудь сафроново и свидетелю что вы не допускаете его в качестве свидетелями потому как считаете что он заинтересован в это говорили как каким образом вы это установили в каких 1 вы задавали в свидетелю какие-то вопросы являетесь ли вы знакомым с работником имеете ли они вообще не разговаривали и никаких вопросов не задавали свидетелями никакой просто не взяли и не допустили все все спасибо я попрошу вас отметить до при рассмотрении данного дела что вопросов свидетелю никаких не задавалась никаким образом не устанавливалась в каких отношениях находится сафроновым данные свидетелей может ли он быть каким-то образом быть заинтересован в исходе данного дела это это инспектором андреем николаевичем денисенко мне как не устанавливалась еще один вопрос андрей николаевич вы помните какая фамилия значилось в ходатайстве какого свидетеля допросить я просил арсентьев там было указано что именно он являлся пассажир моей машины или просто как же вы сопоставили то что я вам просто напомню то что там не был указан пассажированный или на улице стоял да и присутствует машине нет вопрос не снят сейчас обсуждаем какие личные отношения ну конечно либо административные правонарушения хорошо имели имели ли вы к моему пассажиру личную неприязнь так и по собственно еще один момент временной хотел бы уточнить вам поступили ходатайство от меня до составления протокола или во время когда вы принесли меня знакомить протокол я вас принес вам протокол ознакомилась протоколом расписались потом не сказали вместе после этого андрей николаевич как и просто вы протокол не исправляли после того как мы ознакомились не не исправлять тогда каким образом то появилась запись а когда то есть я переноси по месту житель но вы только я материал составил состав материал приехал списалась дело в том что именно андреем николаевичем внесена в протокол на компьютере на бортовом компьютере он печатал данный протокол и именно им именно андреем николаевичем внесена запись о том что сафронов ходатайствует о направлении материала в дело для рассмотрения по месту его жительства также об ознакомлениями с материалами дела что не согласуется с его показаниями да у вас копия имеется копия же утром самому укажу да 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 то есть получается то что ходатайство это все-таки были исходительные из материалов дела поданы до составления протокола так андрей николаевич все-таки до составления получается мы с вами общались до составления протокола правильно да 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 вот как раз я вас удостоверение там красиво хорошо хорошо а ознакомились сафронова то с постановлением после того как ознакомились протокола составил постановление да потом вы передали это постановление до составления протокола вы сначала вынесли протокол в отсутствие сафронова потом что какие действия были сделаны вами далее с этим постановлением я не понял вы знали вопрос не снят вопрос не снят я сейчас хочу установить их а я думаю что должностное лицо в рассмотрении которые уже поясняли что я работаю второй день уже не надо нервничать он же пояснял что инспектору малышу было передано постановление правильно первоначально составлены постановление до вынесено постановление передано малышеву для разъяснения да мы задавали а потом было дали составлен а далее был составлен протокол так вот у меня когда у меня к андрею николаевичу один единственный вопрос имел ли возможность сафронов при рассмотрении данного дела давать свои объяснения изъявлять свои доводы заявлять ходатайство приводить доказательства такой же это указан протокол был составлен после вынесения постановления а меня интересует именно как проходило рассмотрение дело как признавал вину андрей николаевич денисенков как признавал вину сафронов имел ли возможность сафронов при рассмотрении дела на месте заявлять свои ходатайство давать объяснение приводить доводы приводить доказательства имел ли он такую возможность да будьте любезны отметьте пожалуйста туда для решения дела андрей николаевич отказывается поясни дать ответ на вопрос имел ли мой подзащитный при рассмотрении данного дела заявлять ходатайство а теперь имел все-таки имел вы ему задавали такой вопрос каким образом вы довели до него эту информацию но я снимаю этот вопрос потому что вы задаем мы 10 раз одну и тот малышев ему доводил он говорит пояснял малышев доводил малышев подходил к нему после этого поставил а малышев доводила эту информацию сам андрей николаевич ее не доводил он уже неоднократно то есть да сейчас только что андрей николаевич я прошу вас отметить это да в семье только что сейчас андрей николаевич денисенков подтвердил что у сафронова появилась возможность заявлять ходатайство только тогда когда был составлен протокол а протокол был составлен после вынесения постановления о том что постановление будет составляться на месте и рассматриваться данное дело на месте андреем николаевичем денисенковым объявлено не было он только что это подтвердил все идите напишите то что он договорились в чем психо это его надо наказать вы же рассматривать желудование да почему он уходит где его правил написать вы объяснили подожди там надо посмотреть чтобы они не договорились там лайк поставьте что я там еще сказал на канал подпишись а и подписывайтесь на наш телеграм и инстаграм ссылки будут в описании вот все всем удачи всем пока брить свои права пока